Мы построим опросник устройств с включенным Wi-Fi. Это может помогать оптимизировать маршруты. Если, например, на остановке есть Wi-Fi, слишком много людей собирается, слишком много времени ждет, мы можем отомерить, даже если они не подключаются к Wi-Fi. Соответственно, это могут быть графики, которые сообщают людям о том, что, ну не людям, а администрации, где нужно оптимизировать маршруты, передвинуть что-то, где больше всего людей, где на светофорах слишком долго люди стоят. Дополняя это другими датчиками, можно оптимизировать, в общем-то, все пассажиры. Спасибо. Максим, Тепло.Он ЮА тоже как-то разводит. Тепло. Всех витаю, меня зовут Максим. И так сталося, что проект у меня очень схожий на проект в Ванне, только не связывается тем, что у нас, мы занимаемся визуализацией данных по споживанию всех коммунальных услуг в городе. Цей проект мне спрямован на то, чтобы муниципалитет мав легкий доступ до энергоменеджмента и бачи наочно, что происходит в городе. А самі споживачи, самі сплювасники багатоквартирных будинків типовых, наголошуем, могли зрозуміти, что энергоэффективные заходы – это круто, и что важно их у себя проводить. И вот тут я наголосил, что это идёт про типовые будинки. Визуализация данных споживаний по ним позволяет разработать типовый проект энергоэффективных заходов, которые можно проводить. И это уже споживача наближает до более дешевых, более доступных и более зрозуменных энергоэффективных заходов. Спасибо. 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 Здравствуйте. Спасибо. Абсолютно верно. Если вы интересны, то можно сделать даже виртуальную реальность, чтобы надевать очки и смотреть, где они живут. И наша задача в том, чтобы найти вильных ионей, которые летают наше форуме. Я сомневаюсь, но оно должно быть гораздо смешнее. В общем, мы очень ждем вас. Мы будем стараться делать криво. У нас есть уже немного дизайну. И за сегодняшний день я отвечаю за дизайнер. Самый юзер интерфейс дизайнер. И все будет настолько качественно, что и другие команды, может быть, решили подвинуться по дизайну. А у нас есть, короче, для... Вот фотографии. Да, да, да. Приходите, все, кто хочет программировать. Здравствуйте. Меня зовут Саша. Я заведуя сервис поиска поставщика электроэнергии. Как сейчас происходит обмен электроэнергии на рынке? Саша, все электрические станции, атомные, тепловые, бросают всю свою электроэнергию в один рынок. И где уже с этого рынка электроэнергия идет по домам. Одни продают по одной цене, другие продают по другой цене. Но не так давно, в 2014 году, был придет телефон, который позволяет станциям работать напрямую с потребителями. Наш проект помогает людям искать станции и выбирать, искать компаний, которые могут предоставлять электроэнергии по более выгодным ценам. с учетом различных полезных вещей, которые, например, эти компании могут предоставить. Планы на этот выходной на этот покатон. Найти разработчика, сделать какую-то часть в проекте. Окей. Здравствуйте. Меня зовут Виталия. Я проект «Хелсбук». Наша основная цель – помочь нам в бюджетной медицине. Почему эта задача возникла? Потому что у нас сейчас эпидемия, на самом деле. Как-то не знаю, сейчас это социальная эпидемия. Ну, если хочешь. В общем, что мы хотим сделать? То есть мы хотим объединить данные с разных медицейских, то есть с разных лекарств, то есть с разных социальных сетей. Ну, в принципе, как бы объединить Big Data и Government Data в плане медицины. То есть, возможно, у нас, в принципе, есть несколько возможных вариантов. Возможно, это будет какая-то интенсивная карта заболевания. То есть мы будем готовы, помочь, там, аптеку, скажем так, добыть вовремя нужные лекарства. Там государство тоже, как-то думает, тоже головой. Ну, в общем, есть разные варианты. То есть, в общем, у нас основная цель – это анализ данных, создание предсказаний. То есть те, кого интересуют Big Data, Hadoop, Madoop, Mable Doos и все проще. Я думаю, что это. Всем привет. Меня зовут Константин. Представляю проект «Майтрея». Идея в том, чтобы привести законодательную базу к структурированному виду. Вместе с вами вложение пунктов и подпунктов в корректном виде, линкование с стандартными выражениями их значениями. То есть, кто, например, помнит, какая была минимальная зарплатная плата в 2012-м? Никто уже помнит. 968 гривен. Лучше скажи, какая будет у вас? В том-то и дело. То есть, это касается в том числе и судей, адвокатов, нотариусов всех. Это еще не говоря о более таких трудных для запоминания вещей. Помимо этого, наложение поверх этой базы приложения в виде расширения для Microsoft Word, в который также добавляется автоматическое генерирование шаблонов для юридических документов и проверка существующих на корректном. Сюда пришли с прототипом для десяти основных кодексов. Ищем в первую очередь, пожалуй, и дата-сайентистов еще. Потому что работы там много. Сергей Скотт, компания Мехатроникс, проект Агромонитор. Это система для точного земледелия. Мы, в принципе, уже даже продавали ее. Началось с того, что к нам обратился заказчик, сделать то, что работает в Штатах, в Израиле. И когда мы глубже окунулись в этот рынок и согласовали заказчикам, не против ли он, чтобы мы тоже таким занялись, мы начали разрабатывать наше программно-аппаратное решение. Оно состоит из сенсоров, которые закапываются в поле. Сейчас основные это сенсоры влажности почвы. То есть мы в какой-то мере будем тоже генерировать big data, потому что сенсоров нужно много. Здесь мы хотим получить доступ к land.gov.ua, чтобы максимальное количество полей, о которых есть, хоть какие-то данные, можно было вгрузить в нашу систему. У нас уже есть REST API. Пока что мы в Сорфейс еще в процессе, мы его заделываем, рассчитываем, завершать основные экраны сейчас. Потому что те заказы, которые мы отгружали, мы отдавали в виде REST. Ну, если ругаюсь, то... Ругаюсь, ругаюсь, да. Ну, да. Мне гуманитарии думают, что это такое. То есть мы уже интегрировались с информационными системами нескольких агрокомпаний. Предварительно с Монсанто-Кернелом уже переговорили и даже ставим три датчика в инновационные центры. Здесь хотели бы найти дизайнера в штаб, потому что...